Семь джон. Семь джон. Шильды и указальники на китайской мове. Вакзалы Витебска рыхтуются с устракать гостей и удельников других европейских гульням. Просто космос. Астрофотограф с Витебска Владислав Воронецкий изроби уредки с дыма к транзиту Международной космичной станции по диску Солнца. Перспективные спортсмены Витебской области будут отрымливать стипенды из мясцового бюджету. Такое решение приняли депутаты. Витебский футеровый комбинат, начиная работу после масштабной реконструкции, с обновленной вытворчностью ознайомился Александр Лукашенко подчас рабочей поездки в Витебскую область. Миновито дякуючи подтримце президента, один на Украине предприемство, где займалися и опрацовкой сыровины, и пошивом футеровых вырубов, отрымало другое життё. Указ об мерах по развитию гарбарно-футеровой вытворчасти и вытворчасти обудку дозволил предприемству Марка реализовать один из самых буйных, приватных инвестиционных проектов. Краина отрымала сучасное предприемство, готовое конкурировать на осу-светных пляцовках. Люди, стабильную работу и достойный заробок. Просторная вытворчая цехи, комфортная помешканье для работников, новое обсталевание. Так выглядая Витебский футеровый комбинат после масштабной модернизации. А ещё некальки годов тому буйнейшее предприемство футеровой галяны краины было у непрыглядным стане. Комбинату больше за 100 годов. Его история берет початок от самотужных майстерня у паперапрацовцы гарбарной сыровины. У 41-м завод узарвали, после войны он был адновленный. У початку 90-х ставку заробили на футеровой велюр и аучины розной опрацовки. А уже у початку 2000-х стало зрозумело, как быть у тренде, треба перекроивать само предприемство. Старое обсталевание не дозволяло выпускать сучасные выробы. Вековая история завода могла скончиться. Пачалась асанация. У 2003-м годе керавник державы подписал указ, накерованный на развитие гарбарно-футровой вытворчасти и вытворчасти обудку. На предприемстве почался новый этап развития. Комбинат стал часткой холдингу компании «Марка». Предприятие погибало. Благодаря указу президента и вхождению в холдинг «Марка», сейчас, как вы видите, комбинат получил новую жизнь. Мы уже готовы в перспективе работать на различные рынки сбыт. Для этого у нас, в принципе, есть все. Персонал, которым костяк нашей радости, мы сохранили основной костяк на предприятии, людей, которые профессионально могут работать и сейчас. От старого предприемства только назва и стены, які так само не познать. Складана поверить, але зусимня дауна на месце гэтага сучаснага комплексу был непривабный шэры будынок. Алла Гаурылова на комбинат пришла больше за 20 годов тому, памятая, у яких умовах доводилась опрацаваць. Але самым складаным было справиться со старым обсталяваннем. Зараз уся начинка новая, люди задоволены. Все новое, все красиво. Улучшились, конечно, и санитарно-гигиенические условия. У нас, я думаю, сейчас это на новом оборудовании будет. Больше производительность, соответственно, будем зарабатывать. Надеюсь, будет продаваемая наша продукция, потому что любая женщина хочет ходить в красивой шубе, норковой. На комбинате установлено самое новое обсталявание. Такое ж, як на фабриках ведомых сусветных вытворцев. Кировництво Витебского комбината побывало на заводах, где выпускают само обсталявание. Сталку вы решили зарабить на итальянское, японское и немецкое. Обязательно будут достойного качества с применением новых технологий, с применением новых химических материалов, которые позволят улучшить органолептические свойства меха, облегчить наши шубы. То есть они станут еще более привлекательными для наших женщин, как с позиции эстетических, так и с позиции удобства. А працовка сыровины паши, реализация готовых футров, дубленок и аксессуаров. Комбинат працуя по полным вытворчим цикле. 300 тысяч скур аучины и 250 тысяч шкурок пушнины. Миновито стольки сыровины в год комбинат сможет перепрацовывать после модернизации. Працуют зайчинной и импортной сыровиной. И коли норку, пясца и лисицу купляют у основным у Беларуси, то аучину придется заказывать у Новой Зеланды, Уругвайи и Испании. Специалисты тлумачать, вырастить тонкорунных овечек у наших климатичных умовах – амаль не махчима. И коли для обутковой подкладки можно выкористовывать сыровину середней якости, то для политоев утра употребования невысокие. Зрештой, дякуючи уступлению холдинг, у предприемства з'явилися усе шансы стать законодавцем моды. Объединенные четыре предприятия в один комбинат, на одних площадях, такого аналога и в Европе нет. Сегодня у нас возможности какие? Перерабатывать пушнину, овчину, различные виды обработки. И пушнины, и овчины. И кожевой слой мы можем нанести любой рисунок, любую аппликацию, любую вышивку. Мы сегодня попадаем именно в ценовую группу, скажем, тех же даже китайских производителей. То мы сегодня, скажем, и в тренде, и в экономических условиях мы имеем преимущества. Подчас визиту на Витебский футровый комбинат президент высоко оценил працу инвестора. Александр Лукашенко отзначил, что сегодня треба подтримать бизнес, який працуе на экономику краины. Сделал всё? О чём договаривались? Холдинг как функционирует? Холдинг функционирует устойчиво. Это правильно делаешь, молодец, что людей не выкидываешь на улицу. Ты должен, это твоя железная задача, это тебе поручение железобетонное, переработать, стараться всю пушнину. Если пойдёт нормально, чтобы не убыток был производителем, норки и прочее там соболя, если это будет нормально, значит, мы поддержим и третью или четвёртую очередь по строительству цеха, когда ты освоишь это в две-три смены, там, 500 тысяч штук до миллиона, чтобы ты здесь перерабатывал. На Витебском предприемстве президенту доложили об выполнении его поручения по разведке гарбарно-футровой вытворчасти. Керавник державы так само ознайомился с працей некольких цехов и отценив готовую продукцию комбината. Артур Смоляков, Марина Романовская и Михаил Христофоров. Новины Витебск. Первый в Витебской области промысловый кластер створается в Новополоцку. Его резидентами стали Мясцовый Гарвыкан Камп, Улыцкий Державный Университет и Открытое Акционерное Творство Нафтан. Одна из ключевых задач такого взаимодействия – поскорить комплексное развитие региону, как у социально-экономичной накерунки, так и у инвестиционной привабности. Добиться внедрения на нашем градообразующем предприятии самых современных технологий, оптимизации процессов технических, технологических, организационных, обучения и подготовка кадров, которые будут востребованы реальным сектором экономики. И, конечно же, на основе импортозамещения и возможности переработки тех продуктов, которые производятся на Нафтане, создать привлекательные и интересные условия для инвесторов, для развития новых производств. Як подкресли у мэр Новополоцка на перших этапах организации кластера уже есть выники. Так, Полоцкий университет заключил 16 домовленностей узнавтаном, 7 з яких по науковой доследшей дейности. У ближайший час будет закуплено лабораторное обсталявание, якое дозволить забеспечить выканание вопытно-технологичных работ, сопроводжать инновационные проекты. На Шарковщине активизовался продаж державной нерухомости, якая не выкористовывается. Успесят 14 будинков. За неполные два годы половы из них нашли нового владельника. Де мясцовые влады шукают новых господаров старым побудовам? И как працуют с инвесторами, доведался наш корреспондент Инна Кирыенкова. Головное, как не пустовал. Любый будинок, який не выкористовывается, в регионе стараются худшей выставить на торги. И это незалежно от формы властности. Литерально месяц тому продали мясцовому предпринимательству были универмах у райцентры, який належу с пожилкой операции, и долгий час не выкористовывался. Не выраженным, пока застаётся лёс мясцового хлебозавода, бы творчая площа пустует амаль пять годов. Неоднократно это здание выставлялось на аукцион, но из-за отсутствия пока покупателя оно не продано. Сейчас с последнего разговора с антикризисным управляющим где-то будет выставлено с понижением на 50%. Но я думаю, что, ну ищем инвестора, думаю, что получится продать вот это здание хлебозавода, чтобы вовлечь и открыть какое-то производство. Не одразу удалось отшукать покупника на комплекс капитальных будинков Шкунтиковской школы. У минулого года его выкупил за четыре базовые величины индивидуальный предприниматель из Полоцка. Почал с харчового блока, подвёл воду, канализацию, поменял электропроводку. На чарзе ремонт спальных номеров, уже потроху закупляя меблю. Вырешил открыть тут базу от починку. Говорит, мясцены тут придатные для развития такого бизнеса. Приехали, убедились, местность красивая, есть водоём рядом, там внизу разваленный, или остатки мельницы водяной. Храм старинный очень есть, прямо здесь на месте. То есть потационал туристический есть. Идеально очень под критерий попали. То есть и наличие здания под пищеблок отдельно, и спальные корпуса отдельно, четыре здания. Поэтому вот такой. Ну, работы, конечно, ещё много надо вложить, потому что надо ремонт делать. Пришёл инвестор и увёз Кукаушелева. Тут уже полтора года працюя предприемство по вытворчести дровляной упаковочной продукции. Поддонов. Починали с нуля. Арандовали пустуючий будинок господарки Жверанка. Полностью его отремонтовали и установили древоопрацовочое обсталявание. Створили 19 новых працовных местцев. Уся продукция идёт на экспорт. Начинали фактически с нуля. У нас это цех, это было вообще, ну, стены и крыша. Всё, там была пустота, там не было пола, там не было вообще ничего. Это всё мы начинали своими силами. Вот, постепенно, когда у нас появлялись какие-то средства, мы что-то докупали. Поэтому, когда появляется какая-то возможность, мы начинаем вкладывать в производство. Недавно у райцентры было зарегистровано еще одно предприемство по перепрацовце отходов Дравнины, инвестор из Литвы. И он собирается разместить вытворчую площадку в пустуючем будинку, который належал местовому райагротехсервису. Еще один его будинок былога млина, который так само долгий час не выкористовался, всё лето так само набил у ладальника. Тут планируется открыть комплексную зону отпочинку «Дом рыбака». Под будовництво новых вытворчих и гандльовых объектов предприемальные люди охотно набывают и землю, которую активно выставляют на аукцион. Мы нашли инвестора, сейчас оформляем документы для продажи земельного участка площадью 2 гектара под строительство конкретного деревообрабатывающего производства. Это будет нам позволить создать новое предприятие, новые рабочие места, ну и, естественно, и пополнение районного нашего бюджета. Свои чарги чекают такие значные объекты для городского поселка, як будинок былога кинотеатра, терапевтичного корпуса районной больницы. Керовництво района упевнено. У пошуку инвестора головная системная работа с инвесторами и реклама. Инна Кириенкова, Леонид Табола, Новины, Шарковшинский район. Итоги реализации денежно-кредитной политики за 9 месяцев текущего года рассмотрело правление Национального банка Беларуси. На заседании были озвучены и прогнозы на конец года. Обо всем подробнее, а также о новых банковских продуктах, нам расскажет специалист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Алина Колокольчикова. Все поставленные на текущий год цели будут выполнены. По итогам сентября годовой прирост потребительских цен составил 5,6%, при целевом параметре не выше 6%. Достижению прогноза по инфляции способствовали стабильные монетарные условия. Ставка рефинансирования в третьем квартале сохранялась на уровне 10% годовых. При этом процентные ставки на депозитном рынке оставались на уровне второго квартала, а процентные ставки на кредитном рынке даже несколько снизились. Выполнение экономических планов на текущий год позволило правительству предусмотреть в своей программе на 2019-2020 годы рост экономики Беларуси на уровне выше мирового значения. Белинвестбанк, несмотря на стабильность инфляционного показателя, предлагает своим клиентам заработать больше. С 29 октября банк повысил ставки по депозитам во всех валютах. Уже сегодня доходы по вкладам в белорусских рублях выросли до 12,5%. А по долларам США банк и вовсе предлагает фиксированную ставку до 3%. А теперь о курсах валют. Пятничные валютные торги закончились резким взлетом европейской валюты. За один день он прибавил 0,5%. В итоге на сегодня курс евро составляет 2,42 рубля. Курс доллара к пятнице, несмотря на небольшие колебания в течение недели, вернулся на уровень прошлых выходных в 2,12 рубля. Российский рубль за неделю прибавил 2 копейки. На сегодня его курс составляет 3,23 рубля за 100 российских рублей. С вами была Алина Колокольчикова и финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи. Спасибо, Алина. Это итоговая информационная программа «Семь дней». И мы продолжаем. Медицинская адукация 21-го стагодзя. Практика ориентованность и якость подрыхтовки специалистов в Центре уваги у дельников Международной навуково-практичной конференции. В Витебском Державном медицинском университете супрацовники и навученцы медицинских ВНУ и колледжов Беларуси, России и Украины обмерковали сучасные шляхи профессийной адукации. Одна из главных задач – повышение у зровня практичной подрыхтовки студентов. В Белмако ежегодно повышают квалификацию больше 18 тысяч врачей. И надо сказать, это бюджетное обучение. Сегодня все врачи имеют возможность аттестоваться и получить более высокую категорию с обязательным повышением квалификации в учреждении обучения для взрослых. Большой процент врачей, которые приезжают из-за рубежа, потому что высокий уровень достижений, несомненно, сегодня очень затребован. Расширение сотрудничества, становление новых контактов в стремительно развивающемся системе современного образования. В настоящий момент целью современного образования является научить обучающихся студентов использовать свои знания на практике. Ориентиры у навучаний будущих докторов на якость адукации и ее практичную накерованность и особливая увага об обвязковой постоянной и непорывной адукации медицинских работников, развитию супрацовництва и обмену вопытам. Кафедру православной литературы Тут будут проводить духовные сустречи. Первая кафедра была открыта два года тому назад в Лиозно. Она была небольшая, всего 200 книг. Сегодня уже при открытии кафедры более тысячи книг православной литературы. Причем литература направлена как для детишек, так и для людей более старшего возраста. Что, в принципе, позволяет вести целенаправленную сегодня работу по тому, чтобы наши дети, взрослое население изучало православную культуру, более, скажем так, глубоко узнавало наши корни православные, которые находятся издревле на территории нашей республики Беларусь. Хотел бы сегодня искренне высказать слова благодарности и владыке Дмитрию, который, скажем так, благословил на это замечательное дело, ну и тех людей, которые находят в своих библиотеках эти замечательные книги. Много художественных рассказов, романов, много детской литературы, литература красочная, много литературы именно православной, Библии, Евангелие. Я думаю, что любой читатель сейчас может найти у нас все, и мы приглашаем, чтобы приходили к нам, и чтобы наша литература приносила людям пользу и добро. У выставочной зале культурно-осветницкого центра открылась выстава работ маэстро Угородочины «Адраджэння» и выстава работ читачоу «Духовной радости зяньне». Коллективам остатской самодейности городка подрыхтовали концерт. Пакуль одны знайомятся с традиционной культурой, иншая выучают китайскую. Класс «Конфуция» открылся у 44-й школе Витебска. Школа одна из первых у Беларуси почала навучание китайской мове. С початку занятки проводилися факультатывно, а с 2007-го китайскую мову в некольких классах выучают як основную замежную. Зараз мову и культуру поднеобесной тут освоивают каля 200 навученцев. С 1-го по 9-й класс. У распораджэнні школьніка у сучасный линхофонный кабінет з великой колькістю аудіокніг і інтерактивной дошкай. Выкладая воланцёр з Китая. В учні 44-й школы регулярно уваходзець у лік пераможца у республіканской олимпіяды по китайской мове. Не выключэна, што за открытём класа «Конфуция» выучаць китайскую мову тут змогуць не толькі школьнікі, а і їх батькі. Китайський язык учить несложно. В нём есть тональности. Если неправильно сказать, будут совсем другие слова. А я сказала, я люблю учить китайский язык. Скорее всего, с начала следующего календарного года мы сможем пригласить всех желающих жителей нашего города, не только детей, но и взрослых, для изучения китайского языка. Идут окончательные переговоры по поводу приезда второго педагога китайского языка. Класс «Конфуция» уже достигли большую популярность в Беларуси. Очень привлекает учеников, студентов. Класс «Конфуция» створен при подтримце посольства Китайской народной республики в Беларуси и Пекинского института китайской мовы. Великая увага традициям і культурі Китая. Школьники освоююць ушу. У ближайший час у классе «Конфуция» з'явіцца адмысловое місце для чайных церемоній. Тым часам чагуночный і аутовакзал Витебска продубліровалі указальнікі на китайской мове. Звязана гэта з усе більш тесным супрацовніством Беларусі з Китайской народной республікай, а так само подрыхтовкой країны да других европейських гульняв. І іероглифами обозначені основні указальнікі – касы, залы чакання, медпункт, милиція, розклад руху автобусів. З нормативно-правовими документами Беларуської железної дороги утверждено розміщення на основних входах движення указателі для інформування пасажирів на англійськом, русском, і дополнительно з первого квартала 2018-го на китайском языке для создання більш удобних, комфортних условий для пребування іностранних граждан, в том числі і з Китайской народной республіки. Спеціально да евро гульня у Натшигуночным вокзалі організують курсы по англійській мові для кассіру міжнародних напрямкаў. Нагадаєм, другие европейські гульні наша країна праймая з 21 по 30 червіня 2019 года. У ділу іх праймуть звыше трох тысіч спортсменов з 50 країн свету. Нагадым тыні, адзнашу юбилей Камсамол, 29-го кастрічніка 1918-го года, была заснована самая масовая молодівая організация 20-го стагодзя, якая об'ядновувала мільйоны людей. Витебська громадська організація Саюза Молоді стала першим комсамольским об'яднанням на території Беларусі. Нагадых архівных кадрах телерадоя компанії «Витебськ» бачна як обласный центр у Радшиста святкує 50-гадоў Камсамолу. 1968 год. Началя колонны ветераны Камсамольського руху, хто стояў ля вытокаў засновання пасля военной Витебська обласной Камсамольська організація. Сяруд їх Валянтін Михельсон, гоноровы хромадзянин Витебска, першы сакратар Витебська гаркама КПБ. Камсамол об'ядновуваў і натхняў молодых людей на добрые справы і вялікіе открытці. Кожны школьнік марыў стать камсамольцам. Уступлення ў Рады арганізація было хвалюючым і адказным моментам ў житті юнакоў і дзяўчат. Про гэта свечаць архівныя кадры, зроблены ў 1972 годзе ў Витебске музее імя Шмырова. Про славную біографію ў дзельнікаў самага масавага молодзівага руху, расказывая выстава, якую прамеркавалі да ста годзе Камсамолу. У экспазіціі знайшляў дляустравання матырялы і фото документы, звязаны з асноўнымі вехамі гісторы і камсамольскай арганізаціі. У гонор юбілею Камсамолу ў молодым мікрареўні Витебска медцентр в аурачыстай абстановце пад акампанемент мокрого снегу і дажжу адкрылі сквер молодзі. З гэтай ініціятывай на пачатку Кастрычніка выступілі актывісты БРСМ, студэнты вышэйшых і сярэдніх навычальных установ. І зараз іх мара здейснілася. Пры гэтам присутнічыў наш корэспандэнт Сяргей Місурагін. Камсамол – важная частка історіў нашай краіны. Адзначаюшы ста годзі утварэння арганізаціі, Беларускі Республіканскі Саюз Молодзі таксамы імкнецца добрымі справамі і ініціатывамі завээваць гонор и павагу. Медцентр молоды і худкарастучы мікрарайон обласного центра. Тут не хапаець сквераў, паркаў і зон адпачынку. Активісты городской організаціў БРСМ на пачатку Кастрышніка вырашылі закласці тут сквер Молодзі да ста годзі утварэння камсамольська організація адначасова добры упараткаваць праляглую тэрэторію. Здесь выслажено боле ста дзеревів. Изначально мы планировали одну тэрэторію, но мы неношка расшырили ўже границы нашего сквера. Сто дзерев – это клёны, берёзы, липы, которые уже, я думаю, весной будут радываць новых жителям микрорайона. Боле ста пятидесяти человек приняло участие в благоустройстве этого сквера. Нам помогали не толка студенческая работающая молодёжь, но и все, большинство предприятий города Витебска. Молодые люди высадили у скверы древы, пофарбували лауки, контейнеры для сметей и светловые опоры. Коли ўсё робиш своими руками, то і уражені зусім іншіе. Командир Витебска городського штаба працованых спраў Артур Витоль кажа, що працавалі ўсі з энтузіазмом. С самого начала, коли ми почали здесь усажувати деревя, ремонтувати скамейки, приводити в порядок прилегаючую территорию, все ребята откликнулись на це дело. Здесь участвували байти студенческих отрядів, які в цьому году приймали участие в 3-м трудовому семестрі. Поэтому все приняли нашу іниціативу очень активно. Весной ми будемо продолжати нові роботи, здесь появляться нові малі архітектурні формы, ми придадим національний колорит этому скверу молодёжі. Работы по доброупорадкованні сквера молоді працягнуться вясной. У працавніков молодёжных організацій є шмат ідей, каб зрабіць яго любімым місцем адпачынку дятей і дарослых. Сергей Місурагін, Леонід Табола, Новіны, Вітібск. А у Новополоцьку з нагоди вікавої даты стварання Камсамолу пасадзіли Каштановую аллею. Іниціативу Беларускага Республіканськага Саюза молоді падхапіла і мясцова і влада – депутацкі корпус працтавнікі працтавнікі працпраємства у студэнты. Сімвалічна, што саджанцы высадзіли у молодым мікрорайоні на бульвары, які носіць імя першобудовніка Новополоцка Казімира Концевіча. Ось багато молодих людей, які служат січасними ориентирами, приймали участь у визведенні цього прекрасного міста в созданні мощнішого нефтехімічного комплексу. І, звісно, ми отдаємо дані уваження нашим першостроїтелям, комсомольцям, благодаря якому ми живем в красивому, растущому, процветаючому місті. Сімвалічне, що 100 каштанів, саджанців буде посаджено. А які емоції, чувства, звісно, самі светлі і теплі, тому, що це останеться на будуще для наших гаражан. Тут буде більшо каліше дітей, сім'ями приходити. Тому це здорово. Між іншим, у ЛКСМ і Новополоцк гістарышно зв'язані пам'єж сабой. Міновіта гэты горад стаў великій комсомольській будовлій у 1958-м годі. Тысячі ентузіастів з усіху Савецкаго Саюза приїхалі сюды, каб узвісті з нуля горад нафтавікув. Расхісталі ліпу і репутацію. У Віцібську отримала працях історія, калі рабочія прайукладці тротуара екскаваторам пашкодзіли древа. Ніабыякаві гораджані знялі інцідент на Відея і паведаміли екологам. Горадська інспекція природних ресурсів і ахована вакольна гасяродзя узяла сітуацію на аловак. Вынікам став штраф начальніку участка по будалніцтву, які керував працесам. Віктор Праліч просачыў за сітуацієй. Гэта віде, знятае директорам Центра сучаснага мастаства, на мабільны тэлефон ўжо набрала ў саціяльніх сетках звыштысячі праглядаў. Жихардома, пад в окнамі якого стаїць ліпа, абураны сітуацій. Па яго меркаванні рабочі екскаваторам спіціяльна расхістувалі ліпу, абтайя павалілася, неабыяковы гараджанін паведамів екологам. Мы отреагіровали сразу і, може біць, даже достаточно агресивно. Потому што, когда тебе званіт ребёнок па телефону і гаварі, што папа там ламают екскаваторам наше диріво, да, вот, канешна, реакція, ну, такая достаточно неожиданна. Рабочі паступали так, як им удобно. Им удобно, бітон этот там оттуда втащити. Они взяли, решили, ну, надо диріво розшутати. Ви відзіли диріво і корні там пабіті, і кора на диріві повріждіна. Тобто, хочеться якого-то соціальній отвісності і активності. Сформірованна комісія з екологу вийхала на місця. Рабоди на вулиці Янкі Купалі па замені асфальтовага пакрыця былі спынені. Спеціалісты Городської інспекції природних ресурсів віхову новокольного сяродзі виявіли, што древа саправды пашкоджена завідовочным парушенням закона. За нарушення природних хранівського законодательства привлішін к відповідністі начальник Гордар-Моста по строїтельству по статті 15.22, ч. 3, а також націонаправленне письмо руководітелю Гордар-Моста о необхідністі привідніні неучереднього інструктура по недопушенні нарушенні правоохранного законодательства. Зараз робота однолі, але здається липу, рабочія стараються обиходіць бокам, а вось екологі, пакуля саніць, сітуацію до кінця не можуть і будуть чекати вясні, калі древа не зазілянеє, історія отримає працях. Віктор Праліч, Олександр Петровецкі, Новини, Віцябск. Нічаканне працяха тримала воднае гісторія жахаркі Новополоцка. Ніасправність крана на кухні обышлась ай амалю 400 рублів. Мінавіта такі рахунок выставіў місцовы водоканал, калі яго контралер пераканався, што ліцчильнікі воды спраўныя, а вось сантехніка патрабуе рамонту. Наші корреспондэнты адправіляся ў Новополоцк, ха празабрацца ў правільнасті разлікаў і папярэдзіць. За прыборы уліку воды ў кватары адказвае ўладальнік жыльля. Гэта гісторія з Новополоцкай Святланы Шашковы адбылась яще ў лютым. Як добрысумленны кватары наймальнік, ў канцы месяца Святлана Лявонціўна здымала паказані ліцчильніка воды. Высвітлялася, што з ліцчбамі нешта не тоя. На прыборы уліку гарачы воды, ліць бы паменшыліся ў правнанні з минулым місяцем. А вось на прыборы халодныў воды надворот непропорціональна прыраслі. Гэспадыня забіла трывогу і выклікала контролёра водоканала. Она пішла, пасматрела, не знаю, че, пазванила на начальні, сказала, што сёчкі в рабочем стояние ёй. Чём причина, не знаю. Она говорит, наверно, сміститель. Ну, она сказала, да, сміститель. Позывайте сантехника. І пішла. Ну, я пасмати сантехник пішёл, мені ўжо пішла бамазка, што ўже мені штраф начислили. Штрафом Светлана Шашкова называє трохзначну суму ўжуроцю, яка разом з усімі коммунальними паслугами вылилась ўбільше, чим ў п'ятсот рублів, з їх заваду звыше трохсот. Я не поняла эту суму. Пішла платить на почту. А девочке кажет, у вас, говорит, сматайте, п'ятсот с чем-то рублів. Ви будете такую суму платити? Я говорю, скільки, скільки? А нахід, по-старому, п'ять мільйонів триста. Я говорю, нет, говорит, я такую суму не потяну. А скільки ви будете? Ну, платите, говорит, то, сколько я в тому місяці платила. У мене, получается, куб холодний, куб горячий. Я ж одна. За тлумачанями ситуации мы завернулись у водоканал города Новополоцка. То, що для Светланы Шашковой загадка тут праціонные моменты, які регламентуються законодавством. В соответствии с законодавством, при безучетном водопотреблении ми обязаны сделать перерасчет с момента последней проверки контролеру. Последняя проверка проводилась в апреле 2017 года. Поэтому перерасчет у нее получился с апреля 2017 года. И так, как у нее зарегистрировано пять человек, то, конечно, сумма получилась значительная. Но в этой ситуации проблема в сроках, что человек не своевременно обратился и сообщил нам о данной проблеме. Отримливается, что наличная сумма с выше 300 рублев была различена с красавика 2017-го и до лютого 2018-го. У водоканалі подкреслили, что при наявності документу, яке подтверджали, что дети и внуки со Светланы не проживаюць, сумма была б нижайшей. И кольки Светлана Шашкова не писала у розной инстанции, рахунок за воду так и не зміншився, бо разлики водоканала обгрунтованые. Госпады, не застаеце, только уважливый сачыць за лечильниками. По закону приборы з'являются уластностью кватера-наймальника и отказность за предоставлення показанню исправность приборов не сей он сам. Виктор Пралич, Александр Петровецкий, Новины, Новополоцк. Витебская войсковая часть 55-24 отзначила 25-годовый юбилей. Сёня бойцы гэтага подразделения допамагаюць органам унутренных справ ахууваць громадский парадок. На базе части працуя сапёр на пиротехнічный отрат, який выявляя и знищая выбуховые предметы, боеприпасы часов великая чинной войны. У день нараджения излучения на строевым пляце ладзился урочистый митинг. Тут узнагородили лепших военнослужащих и ветеранов подразделения. Потом махчимость долучиться до армейских буднях отрымали витебские школьники. У части провели день открытых дверей, организовали показальное выступление кинолоха со службовыми собаками и выставу узброения. Конечно, 25 лет на страже отчизны – это много. За всё это время все задачи, которые стояли перед соединением, они выполнены были только на оценку «отлично». В этом году мы четыре раза обнаружили совместно с сотрудниками криминальной милиции граждан, которые находились без вести пропавших. Были красивые изъятия с кинологами войсковой части 55-30 полос наркотических веществ более килограмма. Традиционно наши сапёры изъяли уже на этот период более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Обеспечена надёжность охраны исправительных учреждений. Сегодня службу в войсковой части 55-24 несут сбольж за полторы тысячи бойцов. Со святом военнослужащих повеншовали правооховники, представники мясовой улады и громадских организаций. И они подяковали керавництву бригады за взаимодействие, узнагородили лепших бойцов гоноровыми грамотами и каштовными подарунками. Подтримка держа обвиноватшивания по складанных шмат эпизодных справах и апелляционно-надзорная практика. Про это ишла размова в Новополоцку. На республиканском семинары для державных обвиноватцев. Особливая увага и пытанием квалификации злочинств, особливо подчасцы информационной безпеки. В двухдённой программе семинара продухледжены и тренинги для прокуроров. От прокурора по существу зависит всё обвинение. Поэтому в такой ситуации есть необходимость регулярно. А у нас много приходит молодых людей, молодых прокуроров. Их надо учить. Эта работа требует подготовки серьёзной. Существуют определённые методики. Существует система изучения уголовных дел. Генеральный прокурор Беларуси так само наведал Новополоцкое училище Олимпийского резерву. Александр Канюк ознайомился с учебными и тренировочными пляцовками. А так само подарил выхованцам сучасные лыжи. Полоцк, Орша, а теперь и Витебск. Областным центры пройшли суместное вучение по ликвидации надзвычайных ситуаций на чугуночном транспорте с ядерным палевом. Прозгэтые городы на территории Витебской области из Новосибирска у Островец макчима будет здесь сняться транспортировка палевных элементов для беларуской АЭС. Отпрацовка суместных деяний упроходзела на территории локомотивного депо Витебск. У их приняли удел коляста ротовальников, милиционеров, чугуночников, медиков и экологов. Были заденечены 10 одинок техники, аварийно-однауленчай и пожарно-ротовальна техники. Самое главное – это отработка взаимодействия. Чтобы люди знали, что делать, как делать, как своевременно отреагировать на сложившуюся ситуацию, ту или иную сложившуюся ситуацию. Вы все знаете, что 2019 год – год знаковый, это запуск первого реактора на нашей беларусской атомной станции. Будет осуществляться доставка радиоактивного топлива. И в избежание непредвиденных ситуаций мы отрабатываем всевозможные чрезвычайные ситуации. Это уже третья отработка на территории Витебской области. Мы отработали в Полоцке, в Орше и Витебск. Это финальный этап отработки этих, где будут выработаны четкие задачи, алгоритмы действий, кто что должен выполнять. В основном это для этого сделается. Чехуночный транспорт является одним из самых надеянных способов перевозки небеспечных грузов. Рызыка створения подобной ситуации мизерные. И тем не менее, треба быть готовым до любого поворота падей. Жахары Витебской области стали удельниками профилактичной акции за безопасность вместе. Супрацовники МНС сострялись с работными коллективами, наведали пожилых людей, а так само семьи с детьми. Для самых маленьких подрихтовали насыщенную программу, чтобы на каникулах дети поспели и отпочить, и цикава, а главное с корыстью, провести час. Ликвидовать всю сгорание, оказать допомогу потерпелам пройти полосу пирожкод, ожидающих поспробовать себе у роли ротовальника у детячем садку номер 62 Витебска, шмат. Супрацовники МНС скажут, важно затекавить детей, тогда уроки безопасности будут максимально эффективными. Очень большая работа Министерством по чрезвычайным ситуациям проводится с детьми. Это ежедневное посещение детских садов, школ, посещаем семьи с детьми. Кроме того, у нас созданы два имиджевых объекта, которые также ежедневно посещаются, где проводится обучение. В учнице 4-го класса 12-й школы Новополоцка подчас каникулу здесь сняли подороже у Витебск в программе наведывания Центра безпеки. И он открылся в мае минулого года. Для каждого взрослого тут своя система навучения. Интерактивная экскурсия начинается вот с гетидеярами. Она демонстрирует, как тушили пожары в минулом. А вот с гетидея фотоздинки адлюстровывают працу сучасных ратувальников. Усё с реального життя для сотрудников МНС приходят на допомогу и смагаются со стихией. Центр объедновывает некольки экспозиционных пляцовок у распоражения наведывальников самые розные гаджеты. Центр безопасности был создан для того, чтобы обучать население Витебщины, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях техногенного, природного характера с отработкой навыков при помощи интерактивных площадок. Как правильно выкликать экстренные службы, поводить себя на воде и как худко эвакуироваться с задымленного помешкания. Наведывальникам пропонуют не только отказать на пытания, а и пройти квесты безопасности. На занятки приезжают дети и дорослые из усяго полношного региона Украины. Познавальные уроки крыху больше за год объеднали амаль 6 тысяч человек. Мы узнали то, что нельзя волноваться при вызове службы спасения. Громко называть адрес. Очень интересно, красиво и атмосфера очень классная. Чувствуешь так комфортно. Своими уражениями и новыми ведами школьники поделятся с батьками и сябрами. Об уроку безопасности кинельга пропустить ни детям, ни дорослым будет нагадывать суместное фото под хэштегом «За безопасность разом». Виктор Пралич, Марина Романовская и Михаил Христофоров. Новинный Витебск. Королева спорту легкая атлетика протягивая набирать молодую свиту. Беларуская федерация легкой атлетики у чарговый раз проводит спортивно-массовое мероприемство 300 талентов для королевы. Для удела у ее запрашают хлопчиков и девчонок, які марать займаться спортом. У Витебску для будущих легкой атлетов подчас каникул организованы учебно-тренировочный сбор. Деяны под керауніством вопытных настауніков рыхтуются до финального этапу спаборніству. Республіканская спортивно-массовое мероприемство 300 талентов для королевы объеднувая усе регионы країны. Беларуская федерація легкой атлетики организує ее для вушнив других, третьих и четвертых классов, які марать стать под стягой королевы спорту. Самые худкие, спритные, тревалые хлопчики и девчонки пройшли два туры выпробованию и завоевали право приехать в Витебск, как отримать мастер-класс от профессионалов своей справы. Школьники займаются и тренируются на базе в училища Олимпийского розерва разом с дорослыми легкой атлетами. Проект этот замечательный, особенно для деток, которые из глубинки, которые, ну скажем так, витебские детки, они все время занимаются, тренируются, у них залы есть, то есть манеж, у них есть место для тренировок в глубинке, но не всегда у нас есть условия, где бы детки могли так позаниматься. И когда они попадают сюда, потом от нас уезжают и говорят, да, все, мы тренируемся, мы занимаемся, а как мы в следующий год попадем сюда, то есть у них уже появляется энтузиазм. На первый взгляд практикования, какие выконывают дети, не вельми складанные, а как справиться с заданием правильно, треба вельми постараться. Когда же отчуваешь поддержку болельщиков, то и справа идти, значительно легче. Тут весело, и мы учимся бегать в барьере, и все остальное, чтобы зарабатывать хорошие места. Мне больше всего нравится, когда мы бегаем на тренировках в барьере. Прыгаем на скакалках, бегаем в барьере. В понедельник мы стартовать учились, мы еще мячи метаем. Как тренер и как мама у меня у меня дочка тоже попала в финал. Я считаю, что это очень интересно, дети очень заинтересованы, очень хотели попасть сюда. Им очень нравится, никто не захотел домой, мамы звонят, ребенок не хочет, не звонит, где он. Я считаю, что это хорошо, значит, ребенку нравится здесь. В учебном тренировочный сбор у самом разгаре, и дети не шкадуют, что займаются подчас школьных каникул. Развивать свои спортивные сдольности я не хочу тебе дома, как скористаться парадами, яки им дали в опытные наставники. На первой дейунных спортсменов чекая столичный финал республиканских споборництв, яки у Снежни пройдет в Минску. А тренеры по легкой атлету цитым часом будут проглядаться до будущих выхованцев. Сергей Мисурагин, Александр Прыставка, Новины, Витебск. Просто космос. Астрофотограф из Витебска Владислава Варанецки знов зарабил редкий сдымок. Аматор астрономии знял транзит Международной космичной станции по диску Солнца. Стать аутором подобного фото складано. Для этого потребна великая удача и докладность разликов. Про то и яку Витеблянина отрымалась с пыни тем гненья доведовся Артур Смоляков. Астрофотографу пошанцевало. За уникальным кадром ему не пришлось ехать далеко от города. И он был сделан тут на площади Перамоги в Витебске. Чтобы зловить этот кадр Владиславу потребовалось больше за полгода. Транзит Международной космичной станции по диску Солнца у Владислава Варанецки сдымал днем просьфильтр, который пропускает одну тысячную долю процента светла. Надо было докладно различить час, правильно подобрать оптику и обсталевание. За эти 7 месяцев у меня было 4 попытки снять транзит. Но все не получалось. В самый последний момент бывало, что подводила погода. Вроде все готово. Бывало, что и техника подводила. Но именно в городе конечно это редкость. Потому что за эти 7 месяцев я планировал выезжать в разные точки и расстояние доходило до 270 километров. Причем не в самых доступных местах. Это хорошо, если совпадает так, что точка съемки недалеко находится от трассы. Бывало такое, что необходимо было уйти довольно-таки далеко вглубь, в сторону полей, чтобы снять, чтобы сделать снимок. Транзит МКС по диску солнца немагчимо убачить неузбройным вокам. Тому повышенная цикавость Витяблян до его працы не стала для астрофотографа сюрпризом. Конечно, люди задавали вопросы, интересовались. И когда я им объяснял, что это и как это снимается, люди проявляли интерес. И, если честно, это очень приятно. Не у каждого человека есть телескоп либо хорошая оптика. И не каждый может это увидеть. И поэтому мы периодически даже бываем собираемся на тротуарах с телескопами и люди, которые идут, они могут увидеть и Сатурн, и Юпитер, и какие-то звездные скопления. То есть, я считаю, что это нужно немножко вносить в массы и помогать людям увидеть то, чего они не могут видеть так обычным взглядом. По профессии у Владислава Воронецкий инженер, а ле уже о мальча 14 годов захопляется астрофотографией. В его архиве шмат цикавых вздымков Сатурна и Юпитера. По году тому сфотографовал транзит МКС по диску месяца. Об этом кадре у Влад мару 4 годы. Уникальный вздымок убачил российский космонавт с белорусскими коронями Олег Артемьев, который в той час находился на Международной космичной станции и подзяковал астрофотографу на своей сторонце в Инстаграме. Наступная МКС на фоне солнечных затменья. В кадре будет и солнце, и луна, и МКС. Некоторые зарубежные фотографы и фотографы из России получали такие снимки. Вот я хочу попробовать свои силы, смогу ли я это сделать. Здесь, конечно, нужно будет уже на очень большое расстояние уехать, но мы будем стараться, самое главное, это желание верить в свои силы. Артур Смоляков, Александр Рынзин, Новины, Витебск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 80 спортсменов, выхованцев мясцовой, спортивной и детячей юнацкой школы выступили на Кубку города Витебска по скачках на батуте. Кожный удельник выращал конкретно поставленную задачу, але халовная для спортсменов и тренеров подрыхтовка до першинства света, якое 11 листопада стартует в Санкт-Петербурге. Подробя с ней, Сергей Мисурагин. Звычайно, нагодой для состреши с витебскими скаконами на батуте з'является успеховое выступление наших земляков на буйных международных стартах. Тут у большинстве выпадков под прицел видеокамеры трапляют дорослые спортсмены, лидеры национальной команды. Дареши зараз они знаходятся на сборах у стаек, где рахтуются до чемпионата света. В составе сборной Беларуси шесть спортсменов представляют Витебщину. А тому на Кубку города на пешей роли вышли молодые атлеты, которые так само рахтуются выступить на буйным международном старте. Эти соревнования являются контрольным стартом перед первенством мира, который пройдет с 11 по 19 ноября в Санкт-Петербурге. Также эти соревнования это отбор на международный турнир Дабл Твист, который будет в городе Мигилеве. Пешинство света проводится по нескольких взрослых группах и практически обо всех будут представлены спортсмены повношного региона. Кубок города Витебска для их заявляется опошним этапом подрыхтовки. Судьи дают оценку выступлениям, а тренеру указывают на недохопы спортсменам, які необходно выправить. Матвей Орлову и Дарья Николаева демонстровали своими новогодние, али обновленные программы, как набыть упауненность о выконании складанных элементов. Сступал на республиках, доволен вроде результатом, можно лучше, конечно, но сделал максимальное. Сейчас готовлюсь к Питеру к чемпионату. Ну, хочу там выиграть. Все для этого есть. Надо готовиться и все. Мы готовим сложную программу и у нас пока все получается. Сегодня буду показывать программу, ту, которую я готовила на тренировках. Так само на Кубку города подрастающее поколение витебских бытутистов сдавало нормативы, отримливало разрады и рахтовалося до опошних республиканских стартов в все летнем сезоне. С поборницей сярой день и листопада будут ладиться в Могилеве. Сергей Мисурагин, Олег Чорняк, новины Витебска. Перспективные спортсмены Витебской области будут отримливать стипенды из местного бюджета. Такое решение затвердили депутаты на 7-й позачерговой сессии областного совета. Як лечить депутаты, выплаты будут стимулировать спортсменов до досягнения высоких спортивных выников. 100 молодых атлетов в Витебской области за высокие досягнения уже унесены на Успис. Мы очень много говорим и делаем в качестве развития нашей инфраструктуры и базы. Много строится спортивных объектов как для населения, так и для занятия высшим спортом, высших достижений. Но для того, чтобы там занимались действительно стоящие спортсмены, надо оказывать содействие и поддержку. Поэтому принято такое решение. Уже это мы не первый раз. Наши именитые спортсмены получают свои стипенди через Олимпийский комитет, через свои федерации. А вот те молодые спортсмены, которые сегодня показали первые результаты где-то на чемпионате Европы, на Кубках мира, мы просто видим, что необходимо дать им поддержку, чтобы, скажем, из этих вот звездочек, которые сегодня показали свои первые результаты, действительно выросли звезды большого спорта. Мы определили сто человек, сто человек, но стипендии размера будут разные, потому что, ну, в зависимости от их показанных результатов, если это чемпионат мира, там, десять базовых, если там чемпионат республики, ну, вот это все, это работала целая комиссия, у нас это не то, что там кто-то принял решение, приглашались тренера, приглашались руководители спортивных учреждений, ну, и все вот коллективно вот такое было принято решение. зараз стипендии, а вот стимулировать болельщиков, добрый отрымливается у моего коллеги Сергея Мисурагина, який подрыхтовал о подробязный анонс спортивных падей наступного тыдня. Футбольный клуб Витебск, Алишный Ислычу. После поединка с Солигорским Шахтером и Минскими Динамоцами подопечным Сергеем Ясинского ни в каким разе нельзя сбавлять обороты. Треба набирать свои очки в поединках с командами с нижней частки турнирной таблицы. Тем часом баскетбольный клуб Рубон набрал неблагий ход в национальном першинстве. Подопечный Руслана Байдакова регулярно набирает очки в матчах с не самыми мостными командами Лиги. На этот раз наших земляков чекает складанный выезд на Кубку Беларуси, где перемогу святковали игроки с берагов Немана. Гульня пройдет так само 10-го листопада у Гродни. Валебольная марка ВДТУ после поражения одного бранца высшейшей лиги Рдвара опустилась на 5-й рядок турнирной таблицы. Шанец поправит свое становище подопечным Михаила Ханяка выпадает в этом туры. На выезде я не сустренутся за уцайдером чемпионата Могилевским коммунальником. Матчы пройдут 10-го и 11-го листопада. Местовая гонбольная команда Витебчанка так само на первые дни потерпела буйное поражение от лидера чемпионата Гомеля. Теперь треба взять себе в руки и протягивать боротьбу у розыгрыша. В неделю 11-го листопада у гостей до Витеблянок завитая березина, с которой наши земляшки гуляют довольно поспехово. А зараз до инших тем. С 6-го по 22-го листопада у Польши будет ладиться чемпионат Европы сарод молоди Патре Квандо. В составе сборной Беларуси выступят 5 спортсменов в Витебской области, которые имеют неблагие шансы позмогаться за медали. Пожадаем им удачи. А 9-го и 10-го листопада у Витебску пройдут одразу два турниры по дзюдо. Один из них открытый областной памяти Владимира Гракова. А кроме этого на наступном тыдне у Минску пройдет Кубок Республики Беларусь по Мастацкой гимнастыце. А у Витебску першинство в области по спортивной сарот юниору и юниорок. Сергей Мясурагин Новины Витебск. Незвычайное сельское шоу уладили у везцы Кушлики Полоцкого района. Тут у першиню организовали поросячий забег. На старт вышли две пары парсюков. Перед конкурсом их трымали на холодной диете, ка бегли больше шпарка. Поглядеть на забег собралось немало людей. Болельщики науторобили ставки. У вынику першим на финиш пробегла порося зита. Ее господары отрымали диплом и каштонные подоронки. Чем больше кмина в капусте, тем она вкуснее. Плюс еще клюква обязательно должна быть. Вложим только не капусту, добавляем яблоки туда. А нужно, чтобы было хорошее настроение, чтобы в доме была любовь и трубка. Когда соседи нет, тогда и капуста хорошая. Пригласили любезно сюда к себе гостей, наготовили много вкусностей и угощения. Пироги, всевозможные бутербродики. Но, к сожалению, подвела нам погода. Спасались горячим чаем, который как никогда оказался кстати и уходил просто на ура. А вот пероможцы у конкурсу по квашению капусты оберут с неранейшим простыдень, калистрава заквасится. У споборництвах по квашению капусты у дел проймали 10 команд. У кожной свои сокреты и нюансы у рецептуры. Кушлики личатся бульбяной столицей Полоцкого района. Махчима после селетнего, хоть и дождливого аллея скорового свята, везка примеры звания хлебосольной и самой веселой в районе. И на проконце выпуску важное поведомление. У Витебску с 5 по 9 листопада будет закрытый пешеходный рух и рух усих видов транспорта по пути проводу металлиста у Прасчигунку по улице Някрасова. Уличывайте эту информацию и загадя плануйте свой маршрут. Это была выниковая информационная программа «Семь дзен». Сустроимся простыдень на телеканале Витебск. Усего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова